Всем привет! Здорово, ебать! С вами Егор Ирушин, и это очередной выпуск вашей любимой передачи на этом канале. Передача под названием... Ну-ка, а шо, как там дела у этих... у горизонтов этих? Я не понял, шо. Сегодня мы будем говорить о парочке недавних интервью, которые группа дала в поддержку своего свежего, выходящего совсем скоро альбома. О некоторых достаточно откровенных вещах, которые ребята сказали в этих интервью. Поэтому я надеюсь, что ролик вам понравится. Пожалуйста, сходите там за чайком, потому что, ну, мы немножко здесь посидим, поразговариваем на эту тему. Но перед тем, как поговорить об этих достаточно интересных темах, я попрошу вас чекнуть по ссылке в описании клип группы под названием The Last Four. Это такой клип лирик-видео, ну, для лирик-видео очень круто сделано, для клипа, ну, то есть там все-таки текст, поэтому это такой караоке-клип, я бы его назвал, на песню Город. И, ребята, я не совсем понимаю, что это за жанр, поэтому перейдите по ссылке в описании, чекните клип, поставьте им там лайк-дислайк, как там вам захочется, напишите, что вы от Ярушина, но это классика уже. И потом перейдите обратно на мой канал и напишите мне, что же это за жанр, как вы считаете, что это, как это можно назвать, буду вам очень признателен. Ну что ж, давайте сразу поговорим о самых важных и крутых и насущных темах сегодняшнего ролика. В интервью к какому-то вообще непонятному типу, у которого ни подписчиков на ютубе ничего, однако вышло прямо сразу несколько сегментов интервью у горизонтов, у этого чувака, обсуждалось много разных тем, я оставлю ссылки в описании для того, чтобы вы могли чекнуть, но сорян, там только на английском. Между прочим, я смотрю, тут по просмотру просто какая-то тоже какая-то непонятная чушь. На каждом из вот этих вот маленьких интервьюшек там 800 просмотров буквально, ну это вообще где? Так вот, в интервью этому непонятному чуваку, снимающему на телефон и со звуком из жопы, ребята, гитариста Ли, по-моему, его зовут, да, и Джордан, который, собственно, клавишник, а также вокалист, но это мы тоже прекрасно знаем, сказали следующее. Ну это прямо, это прямо такая душераздирающая откровенность. Просто я бы сказал крик души. Нет, понятно, для меня никакой новинки в этом нет, я это говорил уже на протяжении лет, вы можете чекнуть видео на этом канале с 15-го года, с 16-го, я постоянно говорю эти вещи, но, разумеется, я не ожидал, что я услышу это буквально из уст самих участников ситуации. Мне так нравится вот эта вот формулировочка, ну и у меня даже начало создаваться впечатление насчет того, что, возможно, он даже сможет что-то спеть. Просто говорить так о своем коллеге и, как бы, по сути, человеке, который взял тебя в группу, ну это достаточно такое. Однако, типа, я всегда ратовал за правду, поэтому Джордан молодец. Есть, конечно, некоторые нестыковочки в этом интервью, например, такие темы, как любой человек, который разбирается в музыке, разбирается в слухе человеческом, музыкальном, да, он прекрасно понимает, что такой вещи, как у него не было музыкального слуха, а потом он так внезапно, этот музыкальный слух у него появился, ну так не бывает. Если нет музыкального слуха, то, ну, в принципе, то, вот то, что мы, собственно, на лайвах сейчас и наблюдаем. В любом случае, в кусочках этого интервью есть еще пара интересных моментов, просто, ну, мне для названия, для кликбейтовости понадобился именно этот. Да и плюс, ну, мне кажется, что это беспрецедентно, чтобы члены группы вот так вот просто, ну, не засрали, ну, по крайней мере, негативно в присутствии их же вокалистов сказали, да, он, в принципе, петь-то не умел. Я просто ожидал, что они скажут, да, в принципе, и сейчас не умеет, но это, наверное, уже было бы просто чересчур. А также в одном из своих недавних интервью, которые я тоже оставлю в описании, Оли Сайкс выразился в том формате, что рок-музыка больше его никоим образом не интересует, что он не получает никакого вдохновения из рок-музыки, и что, как бы, рэп гораздо круче, чем рок, и поэтому он в большинстве своем слушает рэп. Забавный факт. Когда вот то же самое сказал Адам Лавин из группы Maroon 5, ну, точнее, он сказал чуть помягче, он сказал, в принципе, рок-музыке ничего нового не происходит, и сейчас вот то, чем занимался рок до этого, шокированием, какой-то инновацией, и сейчас этим занимаются рэперы. Вылез Кори Тейлор из группы Slipknot, и так как он просто быдлянский говнарь, ставь лайк, если Ярушин заебал, ну, пиздеть на нашего, на Кори, на самого крутого вокалиста всех времен, Slipknot forever, сразу начал на него выебываться, говорить, пошел ты обратно в свой голос, потому что, ну, в американском голосе именно вокалист группы Maroon 5 сидит в жюри. То, что ты говоришь, что ты двигаешься, как Джекер, ну, у них просто старая песня есть, олдовая Move Like Jagger, про которую все уже даже забыли, не означает, что у тебя есть что-то общего вообще с рок-легендами, что это просто, я на самом деле получал такой кринж, когда я это просто читал, Кори Тейлор всеми возможными и невозможными образами, сейчас старается притянуть внимание к Slipknot, потому что они там выпустили трек новый. Очень сильно похоже на брюзжание старого деда-пердеда, который не может смириться с тем, что, как бы, ну, вещи поменялись немножечко. В любом случае, все ссылочки на все эти интервью оставлю в описании, однако, ну, извиняйте, как бы, переводить я вам их не буду. Вот, пожалуй, и все. Вот такое вот краткое информативное видео на этом канале. Я надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте большой палец вверх, если да, палец вниз, если нет. Подписывайтесь на канал, если успели отписаться или еще не подписаны. А, заметили, да, как я местами поменял, а? Чтобы не говорили, что я постоянно говорю одно и то же. До конца года выйдет еще пара роликов, выйдет еще один челлендж, потому что вы собрали на последнем челлендже просмотры и, в принципе, собрали лайки достаточно быстро. Спасибо вам за это. С вами был Егор Ирушин. Пока!